Полицейскими Адугей задержаны подозреваемые в совершении серии имущественных преступлений на территории республики, что способствовало раскрытию этих преступлений по горячим следам в материале Вадима Гаркова. Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району поступило сообщение о краже в одном из крупных торговых центров. В числе сотрудников следственной оперативной группы был и участковый уполномоченный полиции, обслуживающий данный участок. Находясь на месте происшествия, к нему поступил телефонный звонок с сообщением о совершении аналогичного преступления в этом же учреждении. Данная инфляция была передана сотрудникам мониторной комнаты торгового центра службы безопасности, которыми быстро были просмотрены камеры, установленные возле этого магазина. Подана ориентировка сотрудникам охраны. Проходя по торговой галерее, в одном из магазинов были замечены данные лица. При их задержании похищенных вещей при них не оказалось. Изначально 20-летняя жительница Краснодарского края пыталась отрицать свою причастность к краже. Однако, прибывшими на место происшествия сотрудниками уголовного оружия были получены неопровержимые доказательства. Кроме этого, при изучении записей камер видеонаблюдения оперативники выяснили примечательный факт. После совершения кражи злоумышленница передала пакет с похищенным мужчине, которого также задержали. В изъятой у него сумке были обнаружены и другие вещи. Факт их кражи был подтвержден показаниями потерпевших. Оказалось, что за несколько часов подозреваемая совершила кражи из других торговых точек, а общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Под давлением собранных полицейскими улик девушка дала признательные показания. Также установлено, что ранее она уже была судима за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время в порядке статьи 91 УПК России подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. По всем трем фактам краж возбуждены уголовные дела. Вадим Агарков, Сергей Елизаров, Рустам Евтых. Программа Вести. Дежурная часть. В Красногвардейском районе рассмотрено уголовное дело, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ. Летом 2016 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что 49-летний местный житель может быть причастен к наркопреступлению. На момент визита оперативника в ранее неоднократно судимый мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе обыска в его домовладении сыщики обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаны. Как выяснили эксперты-криминалисты, масса наркотика составила 208 граммов. Суд учел собранные по делу доказательства и назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. В сентябре 2016 года в МВД России был проведен учебно-методический сбор с руководителями территориальных органов на уровне субъектов. На днях аналогичное мероприятие прошло и в МВД по республике Адыгея. Программа была содержательная и насыщенная не только теоретическими, но и практическими занятиями. В мероприятии приняли участие заместители министра внутренних дел по Адыгея, руководители территориальных отделов МВД России на районном уровне, подчиненных республиканскому МВД, а также начальники отдельных служб и подразделений. Программа сбора была значительно расширена. К лекционным занятиям привлекались преподаватели ведущих вузов Адыгеи Краснодарского университета МВД России. Говоря о целях и задачах сбора, министр внутренних дел по Адыгея Александр Речицкий подчеркнул, что приобретенные знания необходимо активно использовать при разрешении актуальных проблем и вопросов, возникающих в повседневной деятельности. Надеюсь, что сегодня тот объем знаний, который был доведен до личного состава территориальных органов, позволит начальникам, аппаратам МВД, руководителям подразделения самим реализовывать системно на практике. Ну и, естественно, начальники, кто обучался в качестве обучаемых лиц, ту методику, которую показали вчера и сегодня, реализуйте, пожалуйста, у себя на месте. Участники учебно-методического сбора не только пополнили багаж знаний, познакомились с передовыми научными разработками в криминалистике и респруденции, но и подтвердили свой высокий профессиональный уровень. По решению руководства ведомства такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе, в том числе и на уровне районных отделов полиции Адыгеи. Продолжение следует...